В эфире информационный блок Доброе утро Таллин. У нас в гостях представитель Международного Объединения Национальных Меньшинств Лира Илона Узлова. Здравствуйте. Доброе утро. На минувшей неделе состоялась встреча президента с представителями Национальных Меньшинств Эстонии, в которой вы тоже участвовали. Поделитесь своими первыми впечатлениями. Встреча прошла на хорошем высоком уровне. На встрече было представлено более 40 организаций. Очень приятно было, что на данной встрече присутствовали как представители русскоязычных зонтичных организаций, так и эстонноязычных организаций. Это тоже, можно сказать, такая встреча впервые произошла. И у нас была хорошая возможность пообщаться между собой, и даже успели какие-то наладить партнерские отношения и какие-то мероприятия общие запланировать. Ну и, конечно, то, что встречу открывал президент Эстонской Республики, не могло быть незамеченным в плане того, что подняло статус мероприятия. И, конечно, было очень приятно, что вот-вот она появилась, надежда, что нас услышат. А какие-то темы удалось обсудить непосредственно с президентом? Ну вот приятно то, что всегда восхищаются национальными костюмами, песнями и танцами, но нам не удается обсудить более насущные вопросы, важные такие, например, как вопросы сохранения идентичности, вопросы образования. Но мы не теряем надежду, что в скором будущем все-таки мы сможем это донести. То есть хотелось бы все-таки, чтобы была какая-то обратная связь, чтобы эти встречи не превращались в формальность. Да, мы уже достаточно много обсудили между собой, между организациями. Все примерно сталкиваются с одинаковыми проблемами. Хотелось бы сюда, к нашему монологу, подключить еще и госсектор. Но встречи нацменьшин с президентом действительно не проходили уже очень много лет в таком широком формате, когда представлено было у вас много. Как вы считаете, в принципе, они нужны? Они обязательно нужны хотя бы для того, что в процессе года мы настолько все заняты и погружены в какие-то свои рабочие моменты, вопросы. А это возможность обсудить всем вместе, еще раз посмотреть, правильно ли мы взяли направление, чего мы достигли, как мы идем и вместе ли мы это делаем. Какие проблемы сейчас для нацменьшинств являются самыми насущными? О чем бы вы в первую очередь сказали президенту? На данной встрече обсуждались три вопроса. Один из них стоит отметить особенно, это привлечение молодежи к работе в сфере национальных меньшинств, то есть в организации национальных меньшинств. В этом году объединению Лира исполняется 25 лет. Это серьезный срок, это юбилей. Как вы готовитесь к нему? Какие мероприятия запланированы? Для ЮНКО это очень большое событие, все-таки 25 лет, и мы будем отмечать его помпезно на протяжении полутора месяцев, начиная с сентября. И начнем мы не только с фестивалей и концертов привычных, ежегодных, которых уже где будут выступать и ребята со всей Эстонии, и зарубежных гостей очень много будет. Также у нас будет очень много выставок, семинаров. Пожалуйста, следите, смотрите за новостями, которые у нас будут дублироваться как в социальных сетях, так и на нашей страничке. Сколько организаций на данный момент объединяет Лира? Более 40 организаций входят на сегодняшний день в состав Лиры, чему мы безумно рады. 40 организаций под одной крышей – это достаточно много. Как эти организации готовятся к юбилею? Какие-то есть знаковые события? 17 сентября наш дом будет открыт для всех желающих, для всех гостей, кто любит культуру, национальную культуру, в различных проявлениях этого слова. И все 40 организаций активно к этому мероприятию готовятся. То есть можно будет посетить и мастер-классы, можно будет отведать национальную кухню. Опять-таки будет очень красочный фестиваль. То есть действие будет проходить не только в рамках нашего дома, но и мы выйдем к нам во двор, где будет очень оживленно. Спасибо вам за этот комментарий. Мне остается напомнить, что сегодня у нас в гостях была представитель Международного объединения национально-культурных обществ Лира Илона Узлова. Субтитры создавал DimaTorzok